Никифоров Пропущенный мяч по какой-то замысловатой траектории угодил в стойку, и оторопевший голкипер Ротер Андрей Саморуков увидел его уже за спиной в ворота. Но пропущенный мяч лишь подлил масло в огонь атак волгоградцев. Юркий быстрый Владимир Нидергаус, который, кстати, получил перед матчем приз футбольного обозрения за лучший гол апреля, Олег Веретенников не давали Спартаку спокойной жизни. Игра была обойдуострой, со взаимными шансами. Спартаку, быть может, чаще улыбалась ее величество госпожа удача. Второй гол также заслуга Юрия Никифорова. Все ожидали, что Юрий сейчас так треснет по мячу, что всем чертям станет тошно. Но элегантный пас, и смотрите, Вадим Евсеев загоняет второй мяч в ворота волгоградцев. Он же, Вадим Евсеев, делает волгоградцам великолепный подарок в начале второго тайма. Но в этот день фортуна была на стороне Спартака. Ротор продолжал искать счастье у чужих ворот, даже оставшись в десятерон. Вот в этом эпизоде удаление в составе гостей. Оставшись в десятерон, Ротор, тем не менее, продолжал теснить спартаковцев. Несколько опасных моментов защита Спартака с трудом сумела ликвидировать. Вот еще один эпизод. И промахивается из выгоднейшего положения один из нападающих гостей. Ну, а в конце матча развязка удар Андрея Пятницкого не казался смертельным. Но мяч задел кого-то из защитников, и Самарупов оказался бессилен. И все же Ротор был вознагражден за настойчивость. Александр Зернов сумел забить гол престижа. 3-1 победа Спартака в игре примерно равных возможностей, где исполнительское мастерство Спартака и, повторюсь, госпожа удача, были на стороне победителей. В финале 11 мая Спартак разыграет Кубок России с московским локомотивом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова